Друзья, всем привет! С вами InvestHuture, я Кира Юхтенко и у нас сегодня с вами снова другая локация. Мы успешно начали наш инвест-отпуск в Карелии, поэтому я нахожусь в прекрасном городе Петрозаводске. Ну а нам с вами нужно обсудить последние важные новости, тем более, что они действительно есть, их нельзя упускать. Друзья, если вам нравятся наши работы, то я сразу дерзко попрошу поставить лайк под этим видео и подписаться на YouTube-канал InvestFuture. Ну а мы переходим к главным темам. И, конечно же, все обсуждают полет прекрасной Нэнси Пелоси по направлению к Тайваню. Сегодня, во вторник, стало известно, что самолет все-таки приземлился в Тайбэе. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на местные СМИ. Нэнси Пелоси, цитата, вышла из самолета и спустилась по трапу на взлетно-посадочную полосу. И это самый высокопоставленный американский чиновник, который посетил Тайвань за 25 лет. История, конечно, очень интересная, потому что у Пелоси был запланирован тур по азиатским странам, но по официальной версии в Тайване она оказаться не должна была. И вообще эта история окутана неким флером таинственности, но, тем не менее, это происходит. И якобы вот в Тайване ее ждали и готовились встретить с почестями. Китай, конечно, недоволен. Я напоминаю, что Китай считает, что Тайвань – это их территория, а Тайвань считает себя независимым. У нас на эту тему выходило отдельное подробное видео, вы можете его посмотреть. Не буду углубляться в историю. Но, в общем, риторика достаточно жесткая и агрессивная. Как заявил Си Цзиньпинни еще на прошлой неделе, Китай намерен решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. И произнес такую фразу, которая уже успела стать крылатой. Кто играет с огнем, тот обожжется, заявил китайский политик. И, кажется, скоро эта фраза войдет в повседневный обиход многих людей. Очень уж она тянет на крылатую. Ну и, собственно, на этом фоне китайские истребители подлетают к Тайваньскому проливу. Начинаются какие-то учения на близких территориях. МИД Китая буквально сегодня вечером вызвала посла США. Ну а Россия заявила, что у нее нет оснований отказывать в помощи КНР в случае вооруженного конфликта на Тайване, если они об этом попросят. Ну пока, слава богу, вроде бы не просили. Но, тем не менее, честно говоря, пока складывается ощущение, что это все-таки больше некое такое политическое шоу, которое разыгрывает американская сторона, устроив такую некую легкую провокацию. И, наверное, предполагая, что все-таки ничего за это не будет. Хотя, понятно, что точка остается горячей, но как-то пока в текущей ситуации не очень верится в то, что она может перерасти в такой острый вооруженный конфликт. Но наблюдать, конечно, за этим всем фантастически интересно, и мы продолжаем держать руку на пульсе. Также я напомню, что Сербия с Косово также нас порадовали без такого какого-то неуместного сарказма, но удивили нас новостями несколько дней назад. Но там история, кажется, немножечко подморозилась и, по крайней мере, откладывается на будущее. В общем, геополитика продолжает бурлить. Ну а тем временем США расширили санкции против России. И в список добавили 13 физлиц и более 30 организаций, кто попал под санкции из интересных персонажей. Это Андрей Мельниченко, совладелец Еврохима, Александр Пономаренко, совладелец Шереметьево, основатель ТМК, трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, ну и многие другие. Это все предусматривает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Ну, в общем, ничего нового здесь нет, просто продолжают приводить в порядок санкционные списки. Тем временем мы с вами в последнее время стали меньше говорить про американский рынок, но, тем не менее, это все-таки история, которая важна для общего инвестиционного климата во всем мире. И здесь есть целый ряд интересных заявлений. Например, Кэти Вуд подала голос и признала, что американская экономика находится в рецессии, а на рынке труда началось замедление. Но при этом себя Кэти Вуд похвалить не забыла и заявила, что ее собственная компания достигла дна задолго до остального рынка. Кэти Вуд отмечает, что рецессия отчасти вызвана резким сокращением расходов рекламодателей и избытками товарных запасов на складах розничных продавцов. Ну и при этом, по сути, она идет в разрез с официальной политикой ФРС, которая рецессию вот прям разглядывает в такой некий, знаете, пенсне, но при этом отказывается ее замечать. Ну и что говорит Кэти Вуд? Она предполагает, что, цитата, если вы посмотрите на количество первичных заявок на страхование по безработице, оно выросло на 50% по сравнению с своим минимумом. Я верю, что в будущем нас ждет значительное разочарование в показателях занятости. Кроме того, цены на золото достигли пика в 2020 году, что является важным показателем инфляции. Цены на медь значительно снизились, что говорит о замедлении экономической активности. Это все сигналы того, что инфляция снизится и снизится значительно. И мы, вероятно, увидим даже некоторую дефляцию, предполагает Кэти Вуд. И считает, что это может в скором времени заложить основу для роста рынков и, соответственно, помочь фондам Арк Инвест, которые, я напомню, упали процентов на 70 по сравнению с максимумами, которые они достигали в феврале 2021 года. И Кэти Вуд заявляет, что акции роста будут работать лучше, когда мы подойдем к концу медвежьего рынка и к концу рецессии, потому что они будут новым лидером. Ну, оптимизм Кэти Вуд понятен, ей нужно продавать свои продукты. И вот она предполагает, что, собственно, ухудшение текущей экономической ситуации намекает нам на то, что вскоре цикл ужесточения ФРС может подойти к концу и рынки, соответственно, развернутся. Ну, кстати, примерно о том, что говорит и JP Morgan. Там утверждают, что фондовый рынок готов к дальнейшему росту. И начнется он уже во второй половине этого года. Цитата. «Хотя перспективы активности остаются сложными, мы считаем, что соотношение риска и вознаграждения для рынка акций выглядит привлекательным». Ну, то есть, грубо говоря, потенциальная доходность выше, чем потенциальные риски. И в JP Morgan уверены, что рынок продлит начавшееся в июле ралли и продолжит рост во второй половине года. Цель JP Morgan по S&P 500 на конец года – 4800 пунктов. Это потенциал роста почти на 20% от текущих уровней. То есть, есть уже такие некие размышления, по крайней мере, аналитиков о том, что, возможно, худшее осталось позади. Но это не точно, как вы, друзья, понимаете. Давайте вернемся к российским новостям. Что у нас здесь интересного? Минцифры. Тут вдруг решила навести порядок в реестре IT-компаний и ужесточить критерии IT-компаний. Ключевое требование. Выручка компании от IT-деятельности должна составлять не менее 30%. Компании нужно будет ввести раздельный учет доходов и в бухгалтерской отчетности, сформированной за прошлый отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности. IT-профиль АКВЭТ должен быть основным, а 80% сотрудников должны получать зарплату не ниже средней по стране. Также министерство указывает новые причины для отказа в аккредитации. То есть, попасть в реестр IT-компаний будет сложнее и будут регулярные проверки на соответствие. Это все в продолжении новости о том, что 1 августа Минцифра удалила из реестра аккредитованных IT-компаний 400 организаций. И среди них многим нам известны Сбер, ВТБ, Альфа, Тинькофф Банк, Открытие, Яндекс Банк или от других крупных банков. Также убрали Банк России, Национальную систему платежных карт, Мосбиржу и НРД. Ну и, собственно, временно приостановили прием заявок на аккредитацию в качестве IT-компаний, а возобновят уже после принятия нового порядка. Но при этом есть 27 тысяч IT-организаций, которые входят в реестр, например, это Яндекс, Викей и многие другие. Кстати говоря, я как-то об этом не говорила, но InvestFuture вот в этом году тоже стала IT-компанией. Мы тоже входим в реестр, поэтому за новостями тоже с интересом следим. Почему? Потому что у нас есть наш IT-техпроект ИВПлюс, который является таким полноценным IT-продуктом. Идем дальше и поговорим немножечко про интересы неквалифицированных инвесторов, которые активно пытаются защитить разнообразные брокерские объединения. Ну как, защищают они, конечно, в первую очередь себя, ну а заодно и Никвалов, по крайней мере, защищают от тех ограничений, которые предлагают ЦБ. От рисков, как вы понимаете, не защищают. Но что тут из новостей? Науфер, Национальная ассоциация участников фондового рынка, заявила, что идея запретить покупку иностранных ценных бумаг для Никвалов плохая. И отправила даже целое письмо Эльвире Набиулиной. Там говорится о том, что запрет помешает инвесторам диверсифицировать портфели. Это повысит риски инвестиций и исключит долгосрочные вложения. Снизится интерес к инвестициям и в российские ценные бумаги. И сократится общая ликвидность российского рынка и интерес к нему. Вырастет стоимость услуг, ухудшится качество и конкуренция на финансовом рынке, начнется отток инвесторов. А сектор разработает альтернативные схемы инвестирования в иностранные финансовые инструменты. Предупреждает Науфер, ну и вообще, все мы когда-нибудь умрем. Вместо запрета Науфер предлагает ограничить активное предложение бумаг-эмитентов из недружественных стран, цитата, но не исключать возможность их покупки. Неопытных инвесторов можно дополнительно информировать о рисках блокировки зарубежных бумаг. Я, кстати, за это очень топлю уже достаточно давно. И еще из интересного Науфер говорит, что нужно принять меры стимулирования розничных инвесторов. Отменить подоходный налог по доходам от облигаций, которые обращаются на организованном рынке. Усилить налоговые льготы по ИИС второго типа. Ввести возможность открывать ИИС управляющими компаниями ПИФов. Ну и так далее. Ну и, собственно, нужно дать рынку и инфраструктуре возможность заместить ценные бумаги эмитентов недружественных стран, как это называется, другими активами. Ну а инвесторы, чтобы имели время изменить свои портфели. Вот такое вот видение. Национальная финансовая ассоциация, НФА, да, еще предложила разрешить никвалам держать в зарубежных бумагах не более 50% от портфеля, чтобы сократить риски, потому что полный запрет разочарует инвесторов. Создаст у них ощущение зыбкости правил регулирования. И инвесторы увидят в этом обман ожиданий. Ну, просто помните, что все-таки разнообразные ассоциации профучастников защищают в первую очередь интересы профучастников. Я не говорю, что нужно запретить покупку иностранных бумаг для никвалов, но просто я за то, чтобы каждый для себя эти риски понимал и анализировал. Многие относятся к ним, кажется, слишком легкомысленно. Тем временем брокеры продолжают уходить от иностранной валюты. Финам сообщил, что запретит маржинальную торговлю долларом и при нарушении риска параметров обеспеченные позиции могут быть принудительно закрыты. 1 августа вчера у нас новости не выходили, а тем временем Финам предупредил о возможности ввести комиссии за хранение долларов и евро на брокерских счетах, если размер остатка на счете превышает 1000 учетных единиц. Все логично, но для клиентов Финам, если вдруг вы пропустили это уведомление, может быть интересно. Брокер открытия вводит комиссию на покупку долларов, 2% немного немало. Комиссия коснется портфеля клиентов, которые дают доступ к Мосбирже, СПБ-бирже и зарубежным рынкам. Причины инфраструктурные риски. Ну и открытие прям настоятельно рекомендует клиентам не приобретать американский доллар и допускает новых ограничений на покупку валюты. Ну в общем-то все логично. Мы с вами уже говорили о том, что СБ по некоторой информации беседует с брокерами и рекомендует им максимально ограничить те валюты, которые называются недружественными. Ну и брокеры, как мы видим, слушаются. Ну что, друзья, вот такие вот основные новости я для вас сегодня собрала. Да, такой у нас немножко походный вариант, потому что мы в Карелии. Мы в Карелии уже третий день. В первый день вот мы, собственно, добрались. Потом вчера мы смотрели местные достопримечательности. У меня произошла небольшая травма. Ну, может быть, я немножко попозже про нее расскажу. Все остальные живы, здоровы и счастливы. Ну вот, собственно, сегодня наши ребята сплавлялись по реке Шуя. Мы были в музее. Завтра едем на Кижи. В общем, все очень так у нас интенсивно, весело, здорово. Ну вот, я вчера была такой усталой, и у меня болела нога, что я даже не добралась до новостей. Но обещаю надолго не пропадать. Так что ставьте лайк, если наши такие выездные видео вам тоже нравятся и полезны. У меня будет больше мотивации работать. Ну и на этом все. Спасибо за внимание. Берегите себя и свои деньги. С вами была команда InvestFuture и я, Кира Юхтанг. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok